У меня слышно? Да, да, да. Добрый вечер, Влад. Там просто Константин в процессе и Назар в процессе, потому что его Анечка взяла. Я думал, что они раньше придут, но оказалось, что они пока где-то в пути. Друзья, давайте помолимся, немножко разберем эту тему, которая очень важна, кстати, тема. Опять же, она очень глубокая, но мы хотя бы какие-то расставим акценты, как говорится. Вот, давайте помолимся тогда, да? Кто, друзья, хотел бы помолиться? Может, Ян, Влад, кто-то из вас, может? Кто там вторым именем был? Хорошо, хорошо. Дорогой Небесный Отец, благодарен Тебе за сегодняшний день, Господь, за то, что мы проснулись здесь, что мы можем верить, Господь, услужить Тебе и также чувствовать Твою любовь, услужить другим людям. Благодарен Тебе за то, что пастор сейчас уделил ее время и допустил этот митинг, Господь. А дай нам, пожалуйста, мудрость внимать к Его словам. Господь молил Своим Иисусом Христа. Аминь. Аминь. Замечательно. Спасибо большое. Друзья, смотрите, у нас, мы немножко вот сейчас перестановимся в формате крещения, да? И вот этот текст я все-таки хотел бы, мы не успели в прошлый раз о нем поговорить, и хотелось бы в этот раз чуть-чуть больше уделить внимания, тем более там был вопрос. Мне кажется, Влад об этом говорил в прошлый раз. Давайте мы, может, еще раз прочитаем этот текст, который мы почитали. Только с первого стиха и так-так-так-так, значит, давайте до 14 стиха. Вот. Может быть, Иван, ты мог бы прочитать, пожалуйста, с первого по 14 стих? Не, ну после молитвы Влада у меня выбора нет. Да, с экрана, да? Да, да, да. Тоже теперь продолжать грешить, чтобы умножилась благодать. Ни в коем случае мы умерли для греха. Как же мы можем продолжать жить в нем? Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Иисуса Христа, были крещены в его смерть? Мы при крещении были погребены с ним в смерть, чтобы жить новой жизнью, как и Христос был воскрешен из мертвых, слава и Отца. Если мы соединились с ним подобием его смерти, то будем соединены и подобием его воскресения. Мы знаем, что наша прежняя греховная природа была распята с ним для того, чтобы упразднить греховное тело, и чтобы мы не были более рабами греху. Ведь умерший освобожден от греха. Если мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с ним. Мы знаем, что Христос воскрес из мертвых и больше не умрет. Смерть уже не имеет власти над ним. Когда он умер, то умер для греха раз и навсегда. Но живя, он живет для Бога. Так же и вы смотрите на себя, как на мертвых для греха. Но живых для Бога в Иисусе Христе. Поэтому не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле. И не повинуйтесь его похотям. Не отдавайте членов ваших тела греху в орудие неправедности. Лучше отдайте себя Богу, как оживших из мертвых. И членам вашего тела отдайте ему в орудие праведности. Грех не будет господствовать над вами, потому что вы не под законом, а под благодатью. Аминь. Аминь. Спасибо большое, Иоанн. Спасибо. Смотрите, на самом деле, если взять этот текст, ну как вы уже, наверное, вот обратили внимание, он написан римлянам. Это римская церковь. В этой церкви ни разу Павел не был. Он о ней услышал вообще, что организовалась римская церковь. Это церковь, организованная в столице. Ну, как любая столица, тут есть присутствие чего хотите, как говорится. Вот. И новообращенные братья и сестры, которые приходили к Богу, сталкивались с тем, что они переходили от старого образа жизни к новому образу жизни. И понятно, что и у них тоже они сталкивались с проблемой греха. Почему? Потому что языческая культура была настолько, ну как бы в Древнем Риме развита и настолько имела колоссальное влияние на человека, что когда он становился христианином, очень часто было сложно разобраться. Например, исторически такие были факты, когда, так как это было языческое государство, что все было подписано во имя каких-то богов. Например, если ты идешь набирать воду в какой-то фонтан, то там указывалось обязательно во имя кого этот фонтан, какого бога он работает. То есть, по сути, ты приходишь и вот что ты смотришь? Ты смотришь название бога, да, этого, с которого ты набираешь воду. Если ты идешь на базар, то часто продавали мясо, которое было принесено в идоложертвенное мясо, то есть идолом. И вот первые христиане столкнулись с такой вот большой проблемой. И вот такая произошла проблема. Проблема, с одной стороны, что одни христиане пытались разобраться, что с этим делать, а другие христиане, как жили до Христа, греховным образом жизни, языческим, они так и продолжили им жить. И они даже не отдавали себе отчет, что жизнь христианина, новая жизнь, это смерть для греха, это смерть для старого образа жизни. Вот, и поэтому Акосов Павел пишет такое письмо пастырское наставление церкви для того, чтобы дать людям немножко разобраться в этих вопросах. Он очень там разнообразно и многообразно, он и к язычникам, и к иудеям. Это такое миксованное было население Рима. И вот он подходит, значит, к этому тексту, к шестой главе, и он задает такой вопрос. Ну что же теперь? Первый стих. Продолжать ли грешить, чтобы умножилась благодать? Он задает риторический вопрос. Значит, смотрите, в начале, в Древнем Риме, было такое, среди первых христиан было такое юридическое учение, такая секта, христианская секта. Ее называли Николаид. Вот, ну вот историки считают, что Николаито это были такие люди, которые пытались объединить языческий образ жизни и христианский образ жизни. И якобы было такое учение у них, что для того, чтобы получить глубину благодати Божьей, надо как следует нагрешиться. Вот, когда ты как следует нагрешишься, так от души, во все тяжкие, как говорится, вот, и попросишь у Бога прощения, ты получишь такое облегчение внутреннее. То есть ты вот получаешь благодать, да? И вот такое было учение. И вот если вы откроете Откровение, ну, Откровение, книгу Откровения, то Иисус Христос говорит, я ненавижу учение Николаито, я его ненавижу. То есть сам Христос, он признает, он упоминает про это учение, это когда было послание к семи церквям. Он говорит, я ненавижу это учение, оно развратное, оно человека не учит жить святой жизнью. Вот, и вот Павел тоже упоминает это учение, говорит, ребята, ну, вообще-то, так что, для того, чтобы получать благодать, надо нагрешиться как следует? Нет, говорит, ни в коем случае, второй стих, мы умерли для греха, так же мы можем продолжать жить в нем. То есть, например, вот давайте возьмем современную ситуацию. Например, в современной ситуации есть такой ряд грехов, которые, например, считаются нормой. Например, спать с девушкой или с парнем до брака, например. Ну, в современной культуре это нормально, тут ничего такого нет. Ну, там, ну, мы же как-то хотим узнать друг друга. Друг друга, познать. Да, например, какие-то пошлые шутки, какие-то, ну, то есть множество вот разных каких-то таких грехов, которые, ну, они приняты в молодежь, они не считаются предосудительными. Вот. И вот когда христианин, он приходит к осознанию своей греховности, да, он понимает, что ему надо что-то с этим делать, он получает прощение грехов, однозначно человеку вот задается такой риторический вопрос. Так что, мы умерли для греха, как же мы можем продолжать жить в нем? То есть, опять же, вопрос какой? Кто определяет, что такое грех? Это определяет культура? Это определяет, ну, кто это определяет? Ну, на самом деле, если внимательно читать Библию, то понятие греха определяет Бог, то есть Бог определяет стандарт. Он говорит, что плохо, что хорошо. То есть, это не я говорю, это не культура, например. То есть, если в культуре принято делать аборты, так это не значит, что это хорошо. Ну, так, а если завтра, извините, в культуре будет принято заниматься каннибализмом, так что теперь будем есть друг друга? Ну, то есть, есть такие вещи, вот, например, недавно был принят закон в Германии о легализации марихуаны. И вот пастор церкви, русскоязычной церкви, он говорит, друзья, церкви столько прилагают усилий для того, чтобы помочь людям в зависимости наркотической. И тут говорит, государство делает такую медвежью услугу, оно легализирует наркотик, понимаете? И вот что делать теперь церкви? Ну, в культуре это принято, ну, по закону это же не является проблемой. И что теперь делать? Делать христианину. Так что, будем курить марихуану, потому что в государстве это принято, будем делать аборты и спать до брака? Вот, и с кем попало, как бы, ну, то есть, даже не знаю имени порой. Вот, понимаете? И вот где-то, похоже, вот такой вот флешбек, как бы, идет с этого послания. Вот, и Павел, что он делает? Он поднимает проблему, он выставляет стандарт, критерий, говорит, ни в коем случае, нет, этого делать нельзя. И он поясняет, почему. Поднимает проблему, выставляет стандарт и говорит, почему. И, как оказалось, объяснение очень простое, потому что все связано со Христом. Христос умер, Христос воскрес, Христос умер для греха, воскрес для новой жизни, и мы со Христом. И вот, то есть, мерилом этого стандарта даже не является закон Моисеева, да, это даже не является еврейским законом. Это, по сути, как бы, напрямую относится к жертве, смерти и воскресению Христа. Вот, и вот в конечном итоге он говорит, когда он умер, 10 стих, то умер для греха раз и навсегда, а он живет для Бога. Вот, вот, был хороший такой задан вопрос в прошлый раз, так что теперь делать? Ну, как бы, вот человек покаялся, он принял крещение, так что он перестает грешить? Вот, и да, и нет, то есть, имеется в виду, я сейчас поясню. Значит, грех, он все равно на человека может оказывать влияние. Почему? Потому что есть культура, которая нас окружает, есть старый образ жизни, к которому мы привыкли, и отчасти мы, может быть, не переключились с этого образа жизни, да, и любовь к какому-то греху. Вот, и есть все-таки плоть, в которой мы живем, и сатана, который нас искушает. Ну, то есть, вот эти силы, они влияют постоянно на нас, оказывают влияние, давление. И вот Павел, он говорит, 11, давайте начнем сначала с себя, да, вот. Он говорит, смотрите на себя, 11 стих, как на мертвых для греха. Первое, что надо человеку, я не знаю, то ли напоминать себе, то ли карточки, как в изучении английского языка, просто себе напоминание, ты мертв для греха, все, ты уже мертвый, ты распят со крестом. Что это дает? Это дает нам возможность, как бы, обновить наш ум и сказать, слушай, я не могу грешить, я уже новый человек, у меня Христос спас, Он освободил меня. Дальше потом, смотрите, смотрите на себя, то есть, оценивайте себя, как людей, которые умерли для греха. 12 стих, не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле и не повинуйтесь ему похоти. Он берет, перекладывает ответственность на человека, он говорит, это твоя ответственность, не позволять отныне греху царствовать в твоем теле. 13 стих, не отдавайте члену вашего тела греху в орудие неправедности, лучше отдайте себя Богу. То есть, тем самым он говорит, что, ну, буквально, Бог, Он не будет нас молнией с небес и посылать ангелов, хватать за руки, чтобы мы не шли и не грешили. Это наша ответственность, мы за это должны взять на себя ответственность. И есть один очень сильный прием, ну, это такой, как бы он дает инструмент, как с этим быть. Первое, говорит, самый первый инструмент. Вы имеете силу, которую даровал вам Бог в Духе Святом. Вы умерли для греха, вы воскресли со Христом, у вас есть сила Святого Духа. Раз. То есть, вы имеете уже сильную, такую мощную Божью руку. Второй момент. Не забывайте о том, что вы мертвы для греха. То есть, помните, часто вот борьба идет на уровне мысли. Третий момент. Не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле. То есть, если я вижу, что грех начинает на меня оказывать давление, я имею абсолютную силу ему сопротивляться. То есть, я не беспомощное существо, которое было до покаяния раб греха. Да, я не раб греха, я свободный человек. И последний. Грех. Да, не отдавайте членам ваших тела греху орудие неправедности. Лучше отдайте себя Богу, как оживших из мертвых членов вашего тела, отдайте им в орудие праведности. Он говорит, должен произойти момент замещения. Мы когда-то делали плохие вещи. Например, матюкались, говорили плохие вещи, пошлые шутки. Что мы теперь должны делать? Говорить хорошие вещи. Какой-то здоровый, хороший, классный юмор должен присутствовать. Я раньше, например, ходил в ночные клубы, сейчас я хожу на молодежки. Но мне же все равно куда-то хочется ходить, понимаете? Я раньше, например, тусовался с друзьями, с фильмчиком. А сейчас я, например, думаю, как я могу кому-то послужить. Ну, то есть он призывает человека поменять образ жизни. То есть те старые привычки заменять их на хорошие привычки. Почему? Мы не можем по природе отказаться от... Просто сказать, все, отныне я буду хорошим, например. Но у нас все равно. Мы будем искать друзей. Мы будем стараться там как-то себя где-то применить. Он говорит, применяйте себя на благие вещи. Используйте эту возможность для того, чтобы делать то, что угодно Богу. Смотрите, есть еще два текста из Писания, которые я хотел предложить тоже для подкрепления этой идеи. Ну, вот один человек скажет, ну все, я все понял. Сейчас начинаю жить в формате запретов. Значит, этого нельзя, того нельзя, там и так далее, и так далее. Это другая крайность. С одной стороны, крайность это отдаваться в орудие греха. То есть все, ну, я уже спасен, мне все равно, я новое творение. Ну, что хочу тут делать, все равно и спасен. Это плохо, это одна крайность. Это бездействие христианское. А к чему призывает Павел? Он призывает к ответственности, да? Вторая крайность. Я сейчас начну от себя дисциплинировать, читать Библию по пять раз в день, молиться по десять раз. Ну, как бы, как в исламе принято, да, в других там христианских религиях и так далее. Смотрите, что говорит апостол Павел. Он упоминает вот этот текст в формате иудейства, иудаизма. Потому что иудаизм очень сильно заточен на самовольном служении. То есть делать хорошие дела. Вот смотрите, он говорит, 20 стих, это послание к Колоссянам, 20 стих, а вторая глава, 20 стих, 2.20. Если мы умерли со Христом, вот опять же поднимается эта идея, да, для духовных сил этого мира, то почему вы по-прежнему живете как люди этого мира и подчиняетесь таким земным правилам, как? Этого не бери, того не ешь, к этому не прикасайся. Все это лишь человеческие правила и понятия относительно тех вещей, которые исчезнут из-за потребления. Может, эти правила и создают видимость чего-то мудрого, навязывая самодеятельную религиозность, самоотречение, изнурение тела. Но это нисколько не помогает одержать победу над страстями и злыми похотями. То есть вот такое, вы знаете, отшельничество, там, ление себя постами, там, мордовать себя постами. Но есть люди, которые впадают просто в религиозную крайность, да, там, я не знаю, там, выбросить интернет из жизни, там, перестать пользоваться компьютером, вот, это другая крайность. Почему? Почему эта крайность? Потому что человек хочет жить праведной жизнью своими силами. Тогда стоит вопрос, вот, так зачем тогда Христос? Ну, так возьми тогда и давай вперед, тебе Христос даже не нужен, созидай себя, как иудей. Он говорит, оно вроде бы со стороны выглядит, что вроде бы оно религиозно и классно, но с другой стороны, говорит, оно не помогает одержать победу над страстями и злыми мыслями. То есть есть что-то, что помогает одержать победу над страстями и злыми мыслями. А почему он говорит? Тут в этом тексте есть очень сильный такой, сейчас скажу. Вот слово «самовольный» — это когда человек подключает свою волю для того, чтобы жить праведной жизнью. В чем проблема? Я надеюсь уже не на Христа, не на Святого Духа, а на свою волю. Ага, у меня появилась плохая мысль. Так, все, я не должен думать о женщинах. Так, у меня там, ну, например, кто-то меня раздражает. Все, я должен любить человека. Я не могу так. Что человек делает? Он занимается аутотренингом, да, он аффирмацией занимается. То есть он аффирмейшн, да, он такой, он делает там какой-то способ повторения. Я об этом думать не буду, а вот этом я буду думать. То есть такой общение, как Бога вообще тут нет. То есть типа Бог — это где-то в церкви, а вот я сам себя созидаю. Апостол Павел тоже это осуждает. По сути, это то, каким образом Израиль был. И Израиль не справился с этим, и потому Христос-то пришел. А что же помогает одержать победу на страстями и злыми похотями? С одной стороны, принять признание того, что я слабый человек, я немощный. Я перестаю бороться с этими мыслями, желаниями, похотями, обращаюсь в свои мысли к Богу и прошу. Господи, во имя Иисуса Христа, помоги мне одержать победу на страстями и злыми похотями. То есть я в Иисусе ищу силу побеждать грех. Вот в чем суть. И он говорит, потому что вы умерли со Христом, вы живете со Христом, Христос ваша жизнь. Вот эта сила, которую он дает жить победоносной жизнью. Но ответственность за это лежит все равно на человеке. То есть человек не может сказать, что Иисус, вот я новое творение, делай со мной что хочешь. А вот со мной, извиняюсь, там порнография валяется, там журналы по всему дому, там карты валяются, там, ну, я не знаю, какие-то сериалы пошлые смотрят. Вот Иисус Христа, почему-то я не могу одержать победу на страстями и злыми похотями. Ты выброси эту гадость со своего дома, и вот увидишь, как это все делать. Сейчас, друзья, я открою дверь. Ну, а ты можешь продолжать. Ну, самому могу, кстати, почему нет. Ты, кстати, а почему не присоединяешься к литературе в собрании? Пропускаешь? Тебя плохо слышно. Я говорю, почему пропускаешь к литературе в собрании? Пропускаешь? В смысле, мы его запускаем в пятницу, чтобы ты понимал. А ты будешь по понедельникам, а я по пятницу. Если кто, опять же, у кого выйдет сила, то welcome. Все, передаю слово. Друзья, как сказал когда-то Дейнека, такой был служитель, Славянский церквей, он говорит, много молитвы, много силы. Поэтому, чем больше молитвы, тем лучше. Братья, вот такой момент. Переходим к третьему тексту. Последнему сегодня в нашей рубрике «Жизнь по благодати Христовой». Сейчас у меня просто где-то опять выскочило это. О, все. Да, последний текст, это тоже послание к римлянам, 13 глава. Написано 13-13. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастью, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попеченье о плоти не превращайте в похоти». Если взять, например, новый русский перевод, опять же, смотрите, что происходит. Происходит замещение. «Будем жить достойно», в новом переводе написано. «Как при свете дня, не предаваясь оргиям, пьянству, разврату, распущенности, враждей и зависти, оденьтесь лучше в Господа Иисуса Христа и не думайте об угождении своей греховной природе и желании». Видите, тут тоже 14 стих. «Вместо того, чтобы думать об угождении своей греховной природе и желании, лучше оденьтесь к Господу Иисусу Христа». А как это сделать? Перестать делать и практиковать то, что практиковали раньше, неугодная Богу жизнь. А давайте Богу возможность жить в нашей жизни. И вот даже, смотрите, взять, например, 12 стих. «Так давайте же оставим дела тьмы и наденем доспехи света». Вот такой 12 стих. Поэтому, друзья, вот такой вот интересный текст. Опять же, это не говорит о том, что когда мы пришли к Богу и приняли крещение и покаялись, все, у нас уже грех побежден. Я уже такой, знаете, хожу ногами, там, еле цепляясь пальчиками, значит, поверхности. Нет. Мы продолжаем жить, наша жизнь. Мы сталкиваемся с искусениями. Но, отличие нас от нас, которые были до Иисуса Христа, мы не рабы греха. Грех побежден Христом. У нас есть колоссальная, потрясающая, мощнейшая сила в Боге. И нам просто надо ее использовать для борьбы. Вот. И, понимаете, тут еще такой, тоже хочу сказать, такой пример. Ну, я вот думал, как, например, ну, какой-то, ну, какой-то предложить. Кстати, у нас 10 минут как раз осталось. Вот смотрите, у нас есть борщ. Ну, или там суп. И, значит, в нашем супе мне надо его посолить. И вот обычно, когда мне надо посолить суп, то я могу сделать две вещи. Либо недосолить этот суп, либо пересолить. Вот это то, что происходит часто в жизни христиан. Вот. Они либо недосоливают, либо пересоливают. Недосолить – это когда мы не берем на себя ответственность за нашу жизнь в чистоте. Мы на самотек пускаем. То есть мы не разбираемся с тем, что мы смотрим, что входит в наше сознание и так далее. Пересолить – это когда мы чересчур начинаем упарываться в вопросе самоправедности. По сути, это фарисейство. И вот задача человека – научиться жить вот этой вот жизнью, которая поюдится с Христом и давать больше ему возможности действовать в жизни. В принципе, друзья, вот такой вот текст. У нас внутри текста. Вот у нас осталось 8 минут. Я думаю, было бы неплохо минуток 5. Нам еще немножко такой, ну, ваш фидбэк, как бы, что вы думаете на этот счет. И можем помолиться уже им. И все. Я быстро духовку выключу, у меня там что-то горит. Ну, я вас слышу. Да, ты понимаешь, что какой-то фидбэк нужно дать, да? Что? Я говорю, я так понимаю, что какой-то фидбэк нужно дать, да? Не, не, я просто в том смысле, как есть какие-то, может, вопросы, комментарии, может, что-то добавить. Ну, вот, просто вот так хотелось бы сказать. Ну, добавить, ну, да, очень многие люди, которые там принимают христианство, что идут сюда, христианство, где его имя, вот, и называются христианами, и меняют свою жизнь. Друзья, сейчас, извините секундочку. Сейчас, извините. Ну, кажется, я буду вас ждать. Я хотел рассказать идею, что очень многие христиане, которые всегда называют христианами, которые... Благопинами, это я хочу рассказать, если телекрестили свое имя, они меняют, там, ну, свою повседневную жизнь, то есть у них продолжают быть компанией тех людей, которые, там, могут кого-то, там, обижать, насмехаться, употреблять какие-то плохие слова, в целом, вести неправильную жизнь, да? То есть после этого у них, если они находятся в этом окружении, у них появляются какие-то мысли с неправильными, правильно? Мысли к чему ведут? Мысли к каким-то действиям, да? То есть потому что всегда насчет чего-то разношают, есть ли ведут к опыту жизни, вот. И, в принципе, кроме того, что мы принимаем киса как социалистов-тошителя, и читаем диванги, и ставимся тогда его, ну, осуществить в нашей жизни, да? То есть молиться Богу, служить свое имя, там, помогать другим людям, кроме этого нужно еще меняться, в плане того, чтобы смотреть, чем мы вообще занимаемся, ну, всей своей, там, посоединенной жизнью, вот. Меняемся ли мы на самом деле, или мы просто, там, говорим, что мы крестьянами, вообще? Я думаю, что первое, что нужно делать, это просто смотреть на свое окружение, смотреть, что ты употребляешь, какой контент, и, в принципе, насчет чего ты общаешься. Иногда люди, там, могут себя называть крестьянами, но они, в принципе, продолжают истериковать жизнь, что, в принципе, не красит их, и, наверное, это их где-то ограничивало, в принципе, сильно. Да, спасибо большое. Ян, что-то ты хотел добавить, пожалуйста? Да, 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 я хотел просто... Тогда? Что-то тебя не слышно, Ян. Не-не-не, не слышно что-то. Так. А, Влад, а ты слышишь, Яна? Ага, нет, не слышу. Да, что-то не слышно, Ян. Пока я... Хорошие действия, он пытается отключить микрофон, подключить наушники. Влад, смотри, что у меня есть. Ага, здорово. Вы всегда поделитесь таким? Конечно. Писоцок. Братик, Писоцкин. Ага. Вообще, для ничего себе. А я так понимаю, что у нас еще будет одно элитарное собрание по пятницам теперь, да? Это Ян хочет, это его инициатива, он хотел бы сам послужить микрофон, чтобы собрать ребят. Я говорю, Ян, я вообще без проблем, с удовольствием. Можно дозараться. Я тут, Алла. А, да, да, Братик. Да. Я, получается, так, мой фидбэк, да? У меня сразу в голову как минимум два стиха. Один стих с Ветхого Завета, получается, когда в притче Соломона говорит, что мудро избегает грех в первую очередь, понимаете? Даже если ты уже христианин, тебе не надо бороться с этим грехом. Тебе надо убегать от него. Это мудрости называется. Второе, что теперь я облегшись, когда он же горит, и в Ветхом Завете это всегда говорилось, про обоюдо местрый, острый меч, вот это все. Что это является? Это в первую очередь слово твое. И как еще в Новом Завете говорилось, что надо меньше пить, а больше исполняться Духом Святым, да? Он когда и горит. Так же с грехами меньше, как говорится, делать грехи и больше исполняться Духом Святым. Если ты реально получаешь удовольствие от чтения Слова Божьего, от его общения, молитвы, то все. Это, понятное дело, что Дух Святой тебя ведет, понимаете? Я уже не пытаюсь быть праведным своими силами как-то. Не, вы что? Я до этого все и пытался, постился, и ничего не помогало, понимаете? Пока ты не придешь к Богу, вот именно к Христу, в качестве своего спасителя, что ты в первую очередь хочешь обрести свободу хотя бы от какого-то греха, да, которого осознанно. Сейчас здесь. Я не хочу всю жизнь жить с этим грехом, Бог. Я хочу вот тут исцеление. Мне сейчас вообще не интересует, попаду ли я в Царство Небесное или нет. Ты, пожалуйста, помоги, чтобы я освободился от этого греха. Вот тогда я на Христа посмотрю в качестве спасителя. А до этого я буду на Него смотреть как помощника этого, то все. Но он, главная миссия его в чем? Смерть, кровь. Я беру эту кровь, алтарь всесожжения, и тогда уже грех не влазит мне. Вот тогда уже Иисус мой Спаситель. А до этого он мой помощник, он мой друг, он там, он так снабжает, кормит, то, все. А еще и он, оказывается, спасает. И вот как важно, чтобы в нашей жизни, в первую очередь, но не мы просто посмотрели, а Дух Святой. Сначала нас сокрушил, показал, что этот грех. Потому что мы до этого тоже грешили, получали удовольствие, а сейчас уже боль ты чувствуешь, понимаете? Ты уже не такое же удовольствие получаешь. И такой, стоп, 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 что-то я чуть не понимаю, что это происходит. И в итоге, когда Дух Святой как раз тебя ведет, и вот он как раз показывает на Христа. Вот такие вот пироги, и тогда ты уже получаешь удовольствие от чтения, от прослушивания, от молитвы, от делания каких-то дел во имя Иисуса Христа уже. Не надо, чтобы спасаться. Мы делаем свое спасение как раз. Что мы делаем, потому что мы уже получили. А не так, что мы делаем, чтобы... Вот как-то так. Все. Да, спасибо большое, Ян. Очень хороший комментарий. Одну только мысль я хотел предложить, что, смотрите, часто, если по-другому, вот у человека не приносит боль, да, греховная жизнь. Например, у человека нет силы бороться со грехом. То есть, может быть, часто человеку надо туда попроситься снова ко Христу. Конечно. Перепосвятить себя Богу, снова покаяться. То есть, человек, он может просто быть нерожденный свыше. То есть, он в церкви, он ходит, но у него нет силы борьбы со грехом. То есть, у него жизнь Христова не произошла в нем. Ну, это и вы меня лучше всего знаете, что такие случаи. Друзья, мы сейчас помолимся. У нас полторы минутки осталось. И там в чатике можем пообщаться. Там Влад спрашивал за пятничную тоже молитву, как мы можем вместе сотрудничать в этом плане. Так что я за эту инициативу. Братик, благословляйте. Пусть и Бог даст людей, которые не могут в понедельник подключаться. Я вот именно там, что у нас по времени не будет фиксировано. Я буду исходить от тех людей, которые тоже захотят. Потому что Аня Павеликина говорила об этом. Я в первую очередь сейчас ее вот так за горло возьму. Говорю, во сколько тебе надо? Чтобы мы собирались. И все. Шучу. Потому что вот так. Потому что у меня пятница. Feel free, как говорится, полностью. Flexible. Вот такие вот дела. Друзья, давайте помолимся. И аминь. Побежали. Дорогой Небесный Отец, благодарим тебя за эту встречу. Я прошу тебя, помоги нам все больше во Христе получать силы для борьбы со грехом. И больше любить тебя и людей, которые нас окружают. Тебе поклоняемся, Отец, Внестой Дух. Аминь. Еще раз покажу. У нас пришли вот такие вот интересные вещи. Он вас забыл. Да, да, да. Блюр, эффект. Он вас забыл. А, вот сейчас нормально. Ребята, так что будем распространять. Хорошо. И это все. Отлично. Отец.